Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня говорим о деятельности Совета ветеранов управления МВД России по Одинцовскому городскому округу и в нашей студии. Александр Семенович Тарасов, председатель Совета ветеранов управления МВД России по Одинцовскому городскому округу. И Евгения Алексеевна Роншина, помощник начальника управления МВД России по Одинцовскому городскому округу, начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы. Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии, тем более накануне праздника ветеранов органов внутренних дел. Александр Семенович, какой у вас на сегодняшний день ветеранский актив? Ну, у нас в целом в районе 1557 ветеранов. Ну, у нас не все, как бы, относятся к служащим нашего района. Кто в главном управлении работал, кто в МВД, кто в восьмом главке, это на Власихе. Вот, это общая численность наших ветеранов. Как правило, в действии у нас около 500 ветеранов. Это, я имею в виду, праздничные даты, день вывода войск, советских войск из Афганистана, 9 мая, день победы, день России, день органов внутренних дел, день ветеранов органов внутренних дел. Вот эти мероприятия и также бессмертный полк, то есть это у нас непосредственно, когда в общей сложности численный состав ветеранов принимает участие. Ветераны, как правило, я хочу сказать, активный наш народ. Все мероприятия, которые проводятся в районе, мы во всех буквально мероприятиях принимаем участие. Это и круглые столы, это и встречи, это и уроки мужества, это и спортивные мероприятия, где мы проводим тоже и награждения, и с ребятишками общаемся. Это и вместе с Китежем мы выходили в поход на место стоянки партизанского отряда, в пяти километрах от села Андреевское. Дети с нами были и смотрели, наводили там порядок, убирались и так далее. Мы и принимали участие в реконструкции укрепрайонов, которые оборонительные сооружения, которые расположены в селе Дунино. Вот, где обычно проводятся баталии наши, которых непосредственно принимают наши и отряд Китеж, и юноармейцы, и так далее. Это в канун наступления наших войск, ночь с 5 на 6 декабря 1941 года. И вот в этот период у нас проводятся там военные баталии, где мы тоже принимаем участие. Александр Семенович, но все-таки вот вся эта обширная деятельность говорит о том, что вы ностальгию испытываете по службе. Не можете расстаться даже после выхода на заслуженный отдых с деятельностью органов внутренних дел. И действительно вам это все очень-очень близко. Уже, наверное, часть вашей жизни как вторая семья. Это мое родное. Я считаю семью. Я на войне считал свой отряд с семьей и управлением. Это моя семья, где я все знаю, где я любую службу знаю, где я могу с ребятами поговорить, где могу подсказать что-то. Мне интересно, у нас музей. Я в музей провожу экскурсии. К нам приезжают и с наших высших учебных заведений, гуманитарные институты, юридические и техникумы. То есть и школьники бывают, и подростки с неблагополучных семей проводим им экскурсии. Организовывал музей Артамонова Антонина Яковлевна, мой предшественник. Но я как бы продолжатель этого. И музей функционирует, работает. В общем-то мы много туда добавили. В общем, насыщенный такой музей. Я что хочу сказать. У нас, помимо того, что 1537 ветеранов, у нас 103 участника боевых действий непосредственно. У нас 8 сотрудников награждены орденами мужества. Один-дважды. У нас 7 сотрудников награждены медалью за отвагу. Один-дважды сотрудник награжден. То есть и другими государственными наградами, медалями ордена за заслуги перед Отечеством, медалью за ОООП, охрану общественного порядка. То есть у нас многогранная, насыщенная деятельность наших органов внутренних дел. Мы, как и все, весь наш народ принимаем участие во всем том, что происходит у нас в стране. И стоим всегда на передке. То есть плотную работаем с людьми. Евгения Алексеевна, какой вклад вносит Совет ветеранов в патриотическое воспитание и профессиональное становление молодого поколения? Потому что я так понимаю, вот все, что сейчас я перечислила Александр Семенович, это вот как фундамент, как основа для того, чтобы взращивать вот таких же достойных, достойную смену нашим ветеранам. Да, все лучшие годы наши ветераны отдали служению Отечеству. И сегодня они продолжают вносить большой вклад в развитие общества, проводя агитацию по соблюдению правопорядка и законности. Занимаются с несовершеннолетними, проводя профилактическую работу. Также занимаются с молодыми сотрудниками, передавая свой опыт и знания. Большую работу проводят в формировании нашего российского общества по положительному образу органов внутренних дел. Мы берем пример с наших ветеранов. Они для нас представляют как мужество, честь. И мы очень благодарны им за их работу. Насколько сильно тянутся к ветеранам как раз-таки новые поколения, молодые сотрудники органов внутренних дел? Насколько вот эта вся работа востребована с их стороны? Работа востребована всегда. Потому что кому идти за советом, как не к профессионалу, у кого большой опыт за плечами, конечно, к нашему ветерану. Мы проводим встречи такие с молодыми сотрудниками и не только с молодыми сотрудниками. Но и на совещаниях всегда у нас выступают наши ветераны. Рассказывают примеры, приводят свои работы. Очень заинтересованно слушают наши сотрудники и впитывают всю информацию от них. Александр Семенович, какие вопросы чаще всего вы слышите от молодых сотрудников органов внутренних дел на подобных встречах, на подобных мероприятиях? О чем они спрашивают вас? Чем просят поделиться? Ну, в первую очередь, конечно, это служебная этика и служебный долг. Я большую часть своей жизни в уголовном розыске работал. Множество преступлений раскрывал и убийств множество раскрыто. Тяжких преступлений много приходилось раскрывать. Их интересует, конечно, то, что как раньше работали, как мы раскрывали преступления, как мы выполняли те или иные служебные задачи, как в отношении нас работал закон и так далее. Мне не интересуется, когда в бытность Челокова Николая Анисимовича, когда мы начинали, я вот тоже службу, когда нас обмундировали, хорошо экипировали, когда нам жилье стали предоставлять, когда нам форменное обмундирование и зарплату увеличили, как и военным. Как мы служили? То есть мы не считались ни со временем, ничего. Их буквально все интересует в плане того, что вот насколько вот эта разница у них и у нас. И они стараются сопоставлять. Ну, когда им рассказываешь вот это, они, конечно, слушают, потому что у них что-то будет или нет, а это уже есть, и им интересно, как мы работали, не считаясь ни со временем, ни с выходными. Надо выходной, значит, а на земле, тем более, я в большей степени работал по подразделениям Голицына, там во втором городе начальником работал, в Зенигороде работал, в Кубинке работал. Мне приходилось и в выходной выходить, и ночью, полночь выезжать на работу, например. Им вот это рассказываешь, конечно, они вот это понимают, осознают, хотя бы ребята сейчас тоже работают, надо ехать, выйти куда-то, они идут и помогают людям. Сейчас большая нагрузка, безусловно, на сотрудников полиции, тем более вот в этот период. Да, и в этот период. И вообще интересуются вообще жизнью нашей. Тем более, я же вам уже сказал, что вот 103 сотрудника наши прошли горячие точки, и когда они интересуются и спрашивают, а что мы, на каком счету мы там были, я всегда говорил и говорю, что наши Одинцовцы, вообще подмосковные наши отряды сводные всегда были на хорошем счету в объединенных группировках войск, то есть к нам относились хорошо, мы выполняли безукоризненно свои боевые задачи и так далее. То есть, и они, вот именно то, что есть, и когда им рассказываешь то, что ты сам прошел, пережил, выносишь им как бы на обсуждение вот эту тему, как бы раскрываешь свою тему, то, что было, вот то, что есть, именно что происходило с нами. Не то, что там я у кого-то услышал или сказал кто-то, а именно реально с наших уст у практиков. Вот когда они это слышат, они воспринимают, конечно, уже более с таким воодушевлением, с понятием и относятся к этому уважительно. Молодые тоже ребята работают, все это понятно. Во все времена сотрудники органов внутреннее дело работали, выполняли свои служебные обязанности, и всегда ветераны были на передке, то есть помогали им в становлении, объясняли, рассказывали, так должно, так было, так было и будет. Потому что мы непосредственно, я уже сказал, мы контактируем непосредственно с народом. Конечно, огромное спасибо, слова огромной благодарности хочется сказать отделу по работе с личничным составом, вот непосредственно Евгению Алексеевне Рончиной, потому что мы работаем в плотном контакте, какие вопросы возникают, как и по молодым, как и по ветеранам, непосредственно мы их обсуждаем, мы их как бы оговариваем, и у нас никаких разногласий нет, бывают какие-то моменты, что да, что-то так или не так, но мы их, естественно, обсуждаем и принимаем по ним определенные решения. Очень приятно, тоже вот так вот, когда нас понимают и слышат, и видят, и в одной связке мы все работаем. Все-таки, если говорить о молодом поколении, о той смене, которая пришла вам, вы довольны? Я доволен. Вы знаете, у нас, как есть бытует, такое понятие присутствует. У нас сейчас вот два ветерана Великой Отечественной войны, Сманцар Иван Николаевич, Алексеев Иван Алексеевич, есть Федотов Константин Сергеевич, непосредственно тоже участники войны, но он наш, Одинцовский. Они воевали. Сколько героев. У нас есть положительные примеры, то, что в Афганистане, допустим, Чмуров там с нашего района тоже, Игорь, герой Советского Союза в Афганистане. У нас есть примеры, герой России, Головашкин Александр Николаевич, это наш Собровец, наш земляк, командир спецподразделения МВД, вот, герой России. Много награждены, я уже сказал, и орденами, и медалями. То есть, у нас нет вот такого дисбаланса, что одно поколение лучше, одно хуже. Это, наверное, знаете, это у нас заложено на генном уровне и передается, наверное, с молоком матери. Вот это то, что внутренний стержень крепости нашего народа. И независимо от времени существования, от времени происхождения, человек готов совершить подвиг и так далее, и он всегда готов к этому. Что бы вы пожелали молодому поколению? Я хотел бы пожелать ребятам, чтобы, в первую очередь, конечно, была у них социальная защищенность, как положено. Вторую очередь, здоровья пожелать. В третью очередь, я хочу, чтобы они всегда были добрыми, отзывчивыми, полезными нашему обществу. Чтобы они слышали людей. Чтобы знали, что они выполняют свой служебный долг. Они носят форму, носят погоны. И это обязывает, они присягу принимали. И это обязывает их тому, чтобы народ их уважал, ценил и так далее. И они помнили об этом, не забывали. Ведь как бытует мнение? Что в первую часть жизни, это в положительном смысле, я хочу сказать, человек работает на авторитет. Это вы сами все, наверное, слышали и знаете. А в вторую часть жизни авторитет работает на человека. Но это в положительном смысле, не то, что там это. Потому что на самом деле, человек, когда уже отработал определенное время, я, например, до сих пор встречаюсь с людьми, с которыми когда-то общался, работая в уголовном розыске, там, участковом и так далее, в других службах, даже еще постовым был. И когда люди тебе говорят спасибо, вот мало ли так, когда-то кого-то посыргал, когда-то кому-то помог, чего-то. А, ну, знаете, оглянулся назад и видишь, что тебя не пинают, а хорошо тебя вызываются, это очень приятно. Я и хочу молодым вот так же пожелать, чтобы, ребята, знаете, жизнь такая штука, что ее никак не обойдешь. И потом придется это и вспомнить. И потом, как бы в будущем, когда уже будете в более зрелом возрасте, чтобы не было, как говорят, обидно или стыдно за бесцельно прожитые годы или за какие-то моменты такие, может, пустяковые, но стараться их избегать. Ну, достойно, достойным быть человеком, достойным сотрудником, достойным человеком нашего государства. Евгения Алексеевна, насколько сегодня активно молодежь идет в ряды, пополняет ряды органов внутренних дел? На сегодняшний день у нас, скажем так, приток молодых кадров, и мы этому очень рады. Молодые люди пересматривают свою точку зрения, куда идти после вузов, идти работать. И многие уже задумаются именно идти служить Отечеству. Это может быть и служба в органах внутренних дел, в вооруженных силах и так далее. Очень много сейчас мы принимаем анкет для рассмотрения на службу в органах внутренних дел. Ну, и в том числе, наверное, это заслуга Совета ветеранов, да? Однозначно, его работа здесь видна. Что бы Вы пожелали, конечно же, накануне праздника Совету ветеранов? 17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Мы признательны нашим ветеранам за их отзывчивость, за готовность всегда прийти нам на помощь. Мы желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия, ну и, конечно, долголетия. Александр Семенович, а что бы Вы пожелали Вашим коллегам? Я хочу пожелать, в первую очередь, конечно, крепкого здоровья всем своим коллегам, сказать, выразить огромные слова благодарности за их труд, за их лепту, которую они внесли, работая, проходя службу в нашем районе, в нашем главке. Это люди тоже большой чести, и у нас столько хороших вообще, столько людей, которые на самом деле прошедшие милицейскую школу до сих пор являются талисманом или эталоном нашей жизни. И я горжусь тем, что я работал в органах внутренних дел. И своим коллегам всегда рад видеть их. Мы, когда встречаемся, мы обнимаем друг друга, смотрим в глаза, то есть радостные, веселые, как будто вот на самом деле, я Вам уже сказал перед этим, что это семья. Мы настолько рады видеть друг друга. Нас даже не интересуют там какие-то чего-то, мероприятия, что-то нам дать надо, не надо. Нам просто даже такие моменты, когда мы видим друг друга, они значимы для нас и являются очень интересными. И мы всегда рады тому, что нас, когда мы собираемся, и то, что мы отслужили по чести, выполнили свой долг. И что я хочу еще пожелать. Самое главное, чтобы Вы не болели, и то, что вот сейчас какие-то моменты коронавируса, вот эти все, приходится мало общаться с людьми и так далее. Все ветераны, всех ветеранов, как население уважает, так и руководство УВД, ко всем относятся с уважением. И даже молодое поколение всегда уважает ветеранов. Это очень приятно. Значит, здоровья крепкого, благополучия, успехов, будьте счастливы, удачливы. И, конечно, чтобы перенести вот эту сейчас присутствующую проблему, оставайтесь дома, старайтесь беречь себя, не выходите, пожалуйста. Есть такие моменты, дают какие-то указания и врачи, и государственные структуры. Значит, надо находиться дома и вот это все переносить в том состоянии, в котором нам советуют. И если что-то, пожалуйста, дорогие мои друзья, коллеги, пожалуйста, звоните мне. У вас у всех есть мои телефоны по поводу соцзащиты. Если там надо чем-то, кому-то помочь или же помощь какая-то нужна, звоните мне. Я вам буду давать телефон соцзащиты, чтобы вам могли оказывать какую-то помощь, принести продукты или еще что-то и так далее. Мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям. Берегите себя, берегите свое здоровье, здоровье своих близких. Оставайтесь дома и смотрите телеканал Одинцова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok